Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Молоко часто называют белым золотом. Для нас это не только продукт, который каждый день находится у нас на столах, но и способ заработать. Ведь 5% мирового экспорта молочной продукции принадлежит Белоруссии. Но прежде чем корова начнет давать молоко и зарабатывать деньги, она должна родиться и вырасти в здоровое животное. А это возможно лишь в том случае, если специалисты сделают все верно, начиная от принятия родов, заканчивая содержанием. Теоретики говорят, а люди, которые работают на комплексах, доказывают на практике. С ноября в Шкловском районе на комплексе Словении сохранность молодняка 100% и во многом благодаря новому подходу в содержании. До этого у нас было не индивидуальное содержание, а содержание группами. Если в группе заболевает один теленок, сразу же заболевают остальные. Это принцип детского сада. Да, да, принцип детского сада. Здесь же телята находятся в индивидуальной клетке, то есть нет никакого контакта с другими телятами. У каждого теленка свое ведро для комбикорма, свое ведро для воды и свое ведро для молока. Домики разместили в старом сарае, где когда-то содержали уток. В помещении проветривается, нет сквозняков. Сейчас на комплексе 256 телят. Рядом готовят еще места для новорожденных. Это очень удобно, потому что индивидуальный подход к каждому теленку. Ветеринарные врачи знают, где находятся их телята, которые заболевают, либо которых надо обработать. Также каждая телятница знает своего теленка. То есть, например, если она видит, что сегодня теленок не выпил молоко, ну вот сегодня видно, что он выпил молоко. Если она видит, что молоко не выпито, либо за день он не съел норму своего положенного комбикорма, то сразу понятно, что теленок либо заболел. Вот это помещение называется бокс для обсушки телят. Ну или, как говорят, здесь детский сад. Сюда телятки попадают сразу после рождения. После того, как мама корова их оближет, их здесь досушивают и обтирают. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот у нас Екатерина. Екатерина, а скажите, сколько сегодня телят родилось? Сегодня у нас семь. Так, у нас два-три, а сегодня у нас целый прорыв, семь штук. Мы принимаем сюда теленка, обтираем его, он тут обсыхает, проводится витаминизация. И в этом помещении находится три часа и переводится в домик. Конечно, на домики пришлось потратиться. В среднем каждый обошелся в 30 рублей. Но такая технология выращивания дает возможность сэкономить на лекарствах, увеличить привесы и вырастить здоровых животных. А от этого и заработок на комплексе станет больше. У нас тут ничего не мало, только корова и ковыла, и все. На самом деле хозяйка скромничает. На подворье Краиси Галдеевой, которая живет в деревеньке Волковище Чавовского района, экскурсии можно водить. И корова у нее есть, и лошадь, и куры, и кролики. Марья, ты спишь? Нет. Мы только приехали, были в Александрове. Марья, иди сюда. Степенная Марья к нам вышла, а стеснительная малышка долго пряталась в хлеву. Корова в хозяйстве Галдеевых первый год, но уже кормилица. Молоко, масло, творог, сыр – все свое. Каждого питомца хозяйка зовет по имени. Говорит, они все чувствуют, особенно добро и ласку. Вот пойдешь даже корову, да, сажусь доить. Она тебя помнюхает, посмотрит, какое у тебя настроение. Все, уже подоешь, она опять же, мы с ней поцелуемся обязательно. Разговариваешь с ней, она все слышит, она ушками стрижет, вот так вот прямо разговариваешь, они все понимают, только молчат. К летам заготовили вот сено, все заготовили, а зимой только корми. И все, убирай и корми, никаких хлопот. Летом, да, летом более хлопотно. Надо и огороды, и бураки надо посадить, убрать. Все, пошла, Мария, пошла, 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 пошла. Сено надо заготовить, как бы более хлопотно. Как-то утром встаешь, кажется, ой, все, болит руки, ноги болят, не хочу. Надо, понимаете, надо. Собака галкает, коты мяукают, корова мычит, лошадь ржет, все, подъем, все пошли всех по очереди, надо кормить. Курочи хозяйка утеплила, потому и зимой они несутся не хуже, чем летом. Это свет круглосуточно, мы им холодно круглосуточно. Так на прогулку на час выпускаем, пока, ну вот зимой. А так если плюсовая температура, то, естественно, они же ходят на улицу. Вот, каждый день 7-8 яичек, пока одно яйцо. Тепленькое? Тепленькое. Большое хозяйство – отличное по споре для семьи. Все продукты – только натуральные. В погребе я уже захожу, я не переживаю, что мне приготовить. Значит, у меня тушенка есть и куриная, и кролиная, как говорится, кролячья, и свиная. И я уже пошла и выбираю, что-то мне взять. Вот мы даже подписываем. Это кроль, кролятина, чтоб не путать. Вот это курятина, вот подписано. Это СВ, свинина. И это не все. Есть у Галдеевых еще и дача, километрах в пяти от дома. Фазенда, как говорит хозяйка. А на ней кого только нет. В теплом хлеву стоит с десяток овечек. Шуроньки, шур, 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 шур. Вась, ну ты ж не наглее, всем надо. Мы ее маленькую выненчили. Так она ручная. Ходит вслед. Это шуры. Да. Есть гали. Да. И гали это швинки. Посмотрите, какие рябенькие, беленькие. Вот. Это наши девушки. А резвые какие? Ну, конечно, покушали, поспали. Тихо, галька. Ну, вот это кавалеры наши, мальчики. Моя умница. Ну, как же их не любить, а? Ну, вот как же их не любить? Солнце мое. Как же их не любить? Они же бегут. Все такие счастливые. Ой, они нас так ждут, так любят нас. И мы их любим. Фу. Да, кошка? Это только на первый взгляд. Зима для сельчанина – время отдыха. Работы в хозяйстве хватает круглый год. Отпуска нет у сельской жизни. Нет. Понимаете? Оно выходной – Новый год. Первое января. Но корову-то давить надо. Вот так и суетиться с утра по хозяйству красивая женщина Раиса Галдеева. И другой жизни свою не представляет. Движение – это жизнь. Надо быть в движении. Надо радоваться жизни. Мы, наверное, что-то берем от животных. Какое-то добро, верность, любовь. Все это. А негатив уходит. Вот оно. Наверное, так. Среди прочих в январском народном календаре есть два праздника – День Ивана Бражника и День Емельяна Зимнего. 20 января на Ивана Бражника народные приметы советовали запивать зло. При этом про чувство меры помнили все. Кто празднует раз в месяц, будет веселым. Запразднуешь каждый день – будешь голым. Поговаривали в народе. И, собственно, были правы. Ну, а прежде чем сесть за праздничный стол, непременно нужно было выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год. Время между Рождеством и Масленицей называлось мясоедом. В эту пору в деревнях гуляли свадьбы. Поэтому в День Ивана Бражника запивали и счастье девичье, часто наскоросложенное против воли невесты. Но тут опять выручали народные приметы – если в этот день обмыть горе супружества без взаимной любви, то придет все к тому, что называется «стерпится-слюбится». Ну, а на следующий день на Емельяна Зимнего наступал черед парней. И тут история похожая, ведь родительское решение о браке не всегда совпадало с решением жениха. Поэтому и брак в этот день, что называется, заливали крепкими напитками. Это дорога на Крыницу, которую недавно торжественно открыли в Костюковическом районе. Находится она у пригородных деревень Федоровка и Прусина. Буквально в нескольких километрах от районного центра. Люди сюда приходят и еще больше приезжают из окрестных деревень и из Костюкович. Испокон веков везде были крыницы. Люди брали воду, ею пользовались и всегда были здоровы. Качество воды проверили. Говорят, она отличная. Это сделано для людей. Здесь чистые, хорошие места. Здесь, можно сказать, эталон чистоты. Крыницу осветили православные священники и назвали источник в честь известного святого. Великомученик Целитель Пантелеймон жил на рубеже 3-4 веков в городе Вифания. Он прославленный святой своим целительством, был врачом по образованию. И всегда православные люди прибегают к нему с просьбами о выздоровлении, о целительстве. Ну и поэтому мы решили вот этот источник именовать Свято-Пантелеймоновский. Отец Михаил считает, что в наше сложное в плане экологии время каждый источник чистой воды – это большая радость. А вода вкусная? Вы пробовали? Хорошая вода. Ну, только зубы заходятся. От холода? Да. Ой, какая красота вообще! Глянь! Все называют крыничную воду живой, потому что она не водопроводная и пахнет землей и хвоей. Вода чистая, можно сказать, это святая. Проживаю здесь на Федоровке уже больше 40 лет. И все это время хожу в эту крыничку. Она была не такая, конечно, как сейчас. Было неблагоустроено, было здесь, ну, и мусор, все было. Но сейчас вот в настоящий момент замечательно, отлично. Так, на руку. Ага, вот так. Даже вкус какой-то, как сладковатый у нее. Ну, во всяком случае, вкуснее, чем водопроводная. Что касается купели, тут деревенские пенсионеры пока только приглядываются. Спорят, кто первый рискнет. И говорят, что зимой вряд ли пойдут купель с головой, мол, лучше летом. А знающие люди советуют, зимой проще. Вода кажется не такой холодной. Пока же народ стал бросать на дно монеты и вязать ленточки. Вот народная традиция такая вот. Люди, как бы сказать, набирая воду, молятся целителю Панселемона об исцелении. И память там того, что они здесь были, вот завязывают ленточки. Эта крыница стала гордостью района еще и потому, что делали ее толокой. От молодежи, которая занималась уборкой территории, до промышленного гиганта белорусского цементного завода. 200 миллионов где-то, это старыми деньгами, она же выделила охрана природы. Ну, остальное все это делалось методом народной стройки. Ну, здесь приняли участие в строительстве почти все организации Костюковского района. Мировые проблемы с питьевой водой коснулись и этой местности. В колодцах уровень воды падает, да и качество ее оставляет желать там лучшего. Поэтому в обустройство крыницы совсем не зря вложены силы и деньги, считает местный народ. Во-первых, фильтрация идет. Вот эта вода, ну, видите, она же как ровок, она отсюда-отсюда, снег тает, вот и все прочее. Ну, а если попадает вода, она фильтрируется через песок, через щебенку и фактически идет чистая вода. Мне 64-й год, слава богу, и мы всю жизнь ходим в эту крынишку. И родители наши ходили сюда. Сами пьете воду? Да. Я, кстати, набрал 10 литров воды, 2 5-литровые бутылки. Вкусная? Очень вкусная водичка, да. В этом году у крыницы продолжатся благоустройство. Спуск, ступеньки и места для отдыха. Были гости у меня. Надежда Даниловна Козлова из деревеньки Головенщицы Чавского района дневник ведет с 1953 года. В сайменьких тетрадках – историю ее жизни и рода. Так, это одна тетрадь, а эта другая там. Тут у меня нет тетрадей. С одного боку богатейшая, а одного боку бедненькая была бедненькая. Вот такое наше дерево. Надежда Даниловна не только хранительница своего родовода. В этих тетрадях собрано настоящее богатство. Старинная, врядовая песня. Зимняя и летняя, грустная и веселая. Как и жизнь человека. Веселая, вовгляды, там шуточная такая песня. «Пойдем, девочки, у ночлежечки» – это такая песня хорошая. «Пойдем, девочки, у ночлежечки, ой, люля, рано, и у ночлежечки. Возьмем, девочки, покуделечки, ой, люля, рано, покуделечки». Всего за 60 лет Надежда Даниловна собрала больше 200 местных песен. Они внесены в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси. Все когда-то пошло от мамы. Надежда Даниловна помнит и поет любимую мамину песню. На серебряной реке, на золотом песочке Долго-долго я искал милые следочки. Здесь знакомых следов нет, нету и не было. Надежда Даниловна вспоминает, как в молодости деревенские девчонки собирались по вечерам, пели песни и вышивали рушники. Хозяйка хранит их и помнит историю каждого. Что после войны вышивали, если после войны вышивали, это уже на колбухах девки вышивали. А что такое на колбухах вышивали? Вот на колбушках, это мы называли колбушки. Вот так мы называли. Вот, видите, как тут вышивали, видите? Это вот это колбушки? Глади, да, колбушки. Глади, это болгарский крестом глади. Это не просто рушники, это обереги. Например, рушник с петухом спасал дом от пожара. С дубом вышивали на рождение ребенка, чтобы он рос здоровым и сильным. Есть у Надежды Даниловны и старинные андраки. Юбки, если говорить современным языком, все самотканые. Это уже мамин рукоделие. Ой, оквачите. Это маленький андракок. Маленький. Держит Надежда Даниловна и небольшое хозяйство. Я буду вас кормить. Ходите. Вот, сколько их у меня. Есть у нее еще один дар. Надежда Даниловна лечит деревенских деток от хвори на пасти. В помощи не отказывает никому. Потому что любит людей. С Богом, яйца. Мои дорогие, деточки мои, любимые. Снег, как мне кажется, вещь многофункциональная. Кто-то любит поваляться в снегу, кто-то роет его носом, а кто-то делает из маленьких снежинок большие снежки. А еще снег – это очень красиво и волшебно. Ведь найти две абсолютно одинаковые снежинки невозможно. Американский физик подсчитал, если единицы приписать 768 нулей, то получится примерное количество снежинок, которые существуют в природе. Побольше вам красивых снежинок этой зимой. До встречи в деревеньке. Редактор субтитров А.Семкин